Саша, садись! Водолел, садись! Заговорить с чужим мальчишкой в парке и кормить с ним оленя, казалось бы, обычное дело для ребенка шести лет. Но для Егора, его мамы и всей его семьи это достижение. Это результат колоссальной работы. В два с половиной года Егор не воспринимал речь, обращенную к нему. Был часто возбужден. Тогда-то мама изобила тревогу. Отправилась в Воронеж на первые курсы лечения. Мы занимались тем, чтобы ребенок слышал меня, понимал меня. В три с половиной года я стала мамой. Я стала мамой, то есть у ребенка начала возвращаться речь. Ежедневные занятия дома, прогулки, игры с сестрой-двойняшкой Олей – это, конечно, очень нужно и полезно. Но все-таки Егору с его диагнозом нужны периодические комплексы занятий со специалистами – логопедом, дефектологом. Курсы сенсорных занятий, очень эффективная томатистерапия, то есть аудиотренировки. Первые два курса мы своими силами, а последующие курсы нам уже не под силу, нашей семье. И я слышала очень много про фонд «Поколение». Хочу отметить скотч Андрея Владимировича, потому что я много слышу от людей не только мне, но и другим людям. Я много читала о нем, потому что человек – слово, человек – дело. Синий, красный и синий. Хорошо, молодец. Это видео с последнего курса. В Центре психолого-педагогической коррекции «Интеграция» в Москве. Врачи отмечают огромную положительную динамику у Егора. Егор намного лучше ориентировался в летовых ситуациях, улучшилось понимание речи, улучшилось сам речевый, сам его состоятельный речевой продукт, улучшились все показатели по высшим психическим функциям – это внимание, восприятие, мыслительные операции. Семью из Алексеевки также поддержали и волонтёры, активисты молодёжного движения «Новое поколение» Андрея Скоча. В апреле этого года они провели благотворительный фестиваль «Живи». Егор сейчас ходит в обычный детский сад. Не с семи, но с восьми лет он пойдёт в самую обыкновенную школу. Но это только при условии продолжения реабилитации. Очередной курс – это и осенью. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Новости мира Белогория.